Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев. На базе Карачаева Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» прошло совещание, на котором был запущен в республике новый партийный проект жителя МКД. Это позволит оказать предметную помощь в решении проблем жителей многоквартирных домов. Помимо этого, участники встречи обсудили итоги голосования по объектам благоустройства. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Новый партийный проект «Единой России» жителей МКД позволит самим жильцам многоквартирных домов решать, как необходимо провести работу по благоустройству и организации порядка территорий квартир. Проект охватит несколько направлений – дворовые территории, наш двор, наш подъезд, чат подъезда и работа со старшим по домам. Будут созданы специальные советы при каждой домовой территории, отметили представители регионального отделения партии «Единая Россия». Цель основная – все-таки создать советы при каждой домовой территории. Для чего? Для того, чтобы жильцы сами лучше любых комиссий знают, что им нужно сделать, в какие сроки и в какой очередности. Поэтому, если нам это удастся создать, то есть хороший пример. Вот под Балахоново дворовая территория 2-3 года назад сделана в идеальном состоянии. И вот я приглашаю все-таки показать и хорошие примеры. Также собравшись, обсудили состояние голосования по объектам благоустройства в этом году. Начальник отдела территориального планирования Министерства строительства ЖКХ Карачаева-Черкесии Ирина Дипцева рассказала о том, как проходил процесс отбора объектов для облагораживания территории. По благоустройству аллеи по улице Мира, четвертый этап, в городе Уджигута выставлены территория по улице Первомайская, 4Б, и по улице Морозова, 82А. И в Медногорском выставили две территории, это аллея и парк. Голосование проводилось с 15 апреля по 31 мая. В рамках голосования проводилась информационная работа, то есть давались постоянно публикации о том, что проходит голосование. Новый партийный проект «Единая Россия» жителей МКД намного облегчит работу в плане благоустройства придомовых территорий, так как именно от активной позиции жителей зависит создание необходимого уюта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Народный фронт презентовал порталы, информирующие о том, как помочь военнослужащим ЛДНР и в борьбе за свободу Донбасса. С помощью портала победа.нф.ру россияне, желающие поддержать военнослужащих Донбасса, могут получить исчерпывающую информацию о том, как это сделать, а также узнать, на что потрачены привлеченные средства. Людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать, какую форму помощи поддержать и в какой город ее направлять. Во всех региональных отделениях Народного фронта принимают вещи, необходимые бойцам и мирному населению ЛДНР и Донбасса. В Черкесске пункт сбора располагается по адресу проспект Ленина, 34, здание Дома профсоюза. Время работы с 9 до 18 часов. Подробнее можно уточнить на сайте регионального отделения Народного фронта. Работа портала и благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы» уже стартовала. Военнослужащим Донецкой Республики были доставлены три партии квадрокоптеров от жертвователей из регионов России. У каждого сбора есть свой куратор. В первую очередь это военные корреспонденты, которые достаточно известны у нас в России, вызывают доверие. Эти же кураторы будут размещать отчеты по итогу сбора. И это нам очень нравится, то, что прозрачность всего происходящего. Мы увидим, куда непосредственно наша помощь уйдет. Поэтому здесь у нас с сегодняшнего дня работает в Доме профсоюзов пункт сбора. Те, кто хотят материальными какими-то вещами передать, они могут сюда нам передать, привезти, отдать. Мы организуем дальнейшую логистику до непосредственно воинских частей. А те, кто хотел бы помочь денежными средствами, понятно, что это проще, быстрее. Люди, как юрлица, так и физлица, имеют такую возможность непосредственно через сайт. В преддверии Дня памяти и скорби 22 июня Музей Победы в Москве призывает сохранить память о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. С 2019 года в Музее Победы при поддержке Министерства культуры России и Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» реализуется общероссийский интерактивный проект «Всенародный исторический депозитарий лица Победы». Цель проекта – сбор и сохранение популяризации истории жизни всех, кто внес свой вклад в Великую Отечественную войну. В собираемой информации можно ознакомиться на портале проекта лицапобеды.рф. В Музее Победы есть и представители Карачаева Черкесии, ветераны Великой Отечественной войны. Родился в казачьей станице сторожевой Карачаева Черкесия. Был призван в действующую армию и с честью прошел всю войну. После войны вернулся и продолжил свою службу в качестве преподавателя воинской науки. Мы находимся в одном из центральных залов Музея Победы, в зале под названием «Лица Победы». Именно здесь мы бережно храним и представляем семейные истории, легенды и фотографии о всех тех, кто внес свой вклад в Великую Победу. Независимо от того, где они находились в это время – на фронте, в тылу, в партизанах, в сопротивлении, в оккупации. И особенность этого зала в том, что каждая семья, которая передала нам на вечное хранение свои материалы, может прийти сюда вместе с детьми, внуками, правнуками победителей и увидеть их на интерактивных стенах. Это делается очень легко. Нажимается поиск, фамилия, и перед вами в размере метр на метр появляется фотография вашей бабушки. Муж ушел и войдет в Первую войну. Выграждена Миларио за поплесное трудность в Великой Отечественной войне 1941-1945 году. Начало войны застало его в Дагестанской АССР, где он руководил строительством участка одного из оборонительных садов. Работали в Невую и ночную смену. Отправляли и принимали целую основу интеллектуру. В 1942 году она также была бойцом-регулировщицей на Ладожском узере знаменитой «Дороги жизни». Фашист тут же направил автомат на ребенка. Мама бросилась в догонку. Я приглашаю вас в Музей Победы. Оставляйте свои истории на нашем сайте лицапобеды.рф. Приходите в наш зал, приводите детей, внуков. Пусть они узнают, что преодолели их предки для того, чтобы настал День Великой Победы. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. По 17 июля в Кисловодском цирке. Спектакль «Клоун» 2, 96, 58. Категория НРПРОС. 12 июня в День России на платформе смотрим.ру состоится финал патриотической песни. Лучшие произведения прозвучат в рамках 12-часового телевизионного марафона. С чего начинается Родина. Кто же представит нашу республику на фестивале, расскажет Светлана Шаганова. Всероссийский фестиваль патриотической песни – большой мультимедийный проект ВГТРК. Подготовка к нему началась несколько месяцев назад. Отборочный тур проходил в регионах. Участники активно присылали свои песни. В итоге в финал прошли только двое. Карачаево-Черкесию будут представлять певица Айка и дуэт Рамина Китаева и Шамиль Мижев. Профессиональная команда в лице ГТРК «Карачаево-Черкесия» сняла клипы на песни финалистов от нашего региона. И 12 июня вся Россия увидит творчество исполнителей большой страны. Над миром вновь бушует вечный май, в который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Ты помни, никогда не забывай. Странно воспетая поэтом О, горный край, родной Кавказ Не видел ничего на свете Кто-нибудь здесь хотя бы раз Эль-Грус седой укрыт снегами Он под небеси ворвавшийся из полей На долгой горы живут киками Здесь у подножия верши На базе ГТРК «Самара» Поскольку первый марафон мы делали именно на базе этого филиала Мы уже будем делать всероссийский Такой вот практически круглосуточный Телевизионный фестиваль-марафон Патриотической песни Патриотическое молодежное исполнение Как я уже сказал С чего начинается Родина Надеюсь, что после этого Мы предложим уже нашим коллегам На федеральных каналах Новых достойных исполнителей Которые действительно любят Родину Которые песни объединяют нашу великую страну Сейчас это очень важно Всегда, собственно, это важно Но сейчас, в этот период, конечно, очень важно Чтобы была общая такая духоподъемная объединяющая идея Я надеюсь, что этот наш фестиваль-марафон И станет началом такой, в общем, духоподъемной истории Истории великой страны, рассказанной в песнях И в каждой патриотизм к России К своему родному краю К истории Отечества Вокалисты и ансамбли со всей России Станут участниками 12-часового телемарафона С чего начинается Родина Трансляцию смотрите на платформе смотрим.ру 12 июня в День России С 8 утра и до 8 вечера Споемте, друзья, все вместе Патриотические песни Светлана Шаганова, Вести, Карачаево, Черкесия В Карачаево-Черкесии 96 школьных лагерей с дневным пребыванием Над пришкольной площадкой поднимается сперва триколор Затем флаг летнего лагеря За происходящим наблюдают учащиеся начальных классов и их наставники С этого дня у детишек начинается насыщенная и, как обещают педагоги, интересная жизнь Детки будут посещать плавательный бассейн, который находится на территории нашей школы Будут организованы многочисленные кружки Это математические, это кружок русского языка, чтение Детки будут лепить, рисовать В общем, вся наша большая смена будет занята тем, что детки будут развиваться На открытие пришкольного лагеря пришли даже те, кому в силу возраста пока подходит другое учреждение, дошкольное Учащиеся гимназии произносят речевки немного сбивчиво, неуверенно Однако пройдет какое-то время и практика непременно даст свои плоды Июньский поток охватывает более сотни ребятишек, родителям которых уж точно повезло Ведь малыши будут постоянно заняты делом Школьники постарше тоже не остались без занятий Есть смысл организовать такие лагеря математические именно летом Потому что когда у нас учебный процесс, не всегда все успеваешь делать А здесь они успевают поиграть, заняться информатикой У них уроки биологии, у них уроки английского языка именно с программированием связаны У них игры спортивные, настольные игры и хорошее питание Несколько лет назад учащиеся могли лишь мечтать о том, чтобы на занятиях не только создавать роботов Но и программировать их на выполнение различных команд После открытия в гимназии Кванториума многое стало доступным И уже даже не удивляет, что во время летних каникул ребята с огромным желанием посещают школу Мы там обучаемся робототехнике и программированию Благодаря летнему лагерю мы можем более углубленно вникнуть в эту сферу знаний Потому что она интересная, и там все время все новые и новые открытия С помощью роботов можно программировать их Можно вообще создать робота, который будет носить там те ручки, бокалы В настоящее время активный отдых организован для учащихся всех общеобразовательных учреждений Черкеска Впрочем, в региональной столице есть чем заняться и тем ребятам, которые посещают различные досуговые организации Как видим, воспитанники художественной школы с огромным удовольствием выполняют задания своих наставников Воспроизводят все, что видят вокруг себя И, надо признать, делают это весьма реалистично Артур Махце, Мухаммед Ашивоков, Вести, Карачао, Черкесия На этом субботний выпуск Вести подошел к концу Приятных вам выходных и всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова